Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И предваряя разговор о послании апостола Павла к римлянам, я хотел бы попытаться несколько слов сказать об этом послании и о его контексте. Вообще. Послание к римлянам довольно хорошо изученный текст. Историки церкви, историки христианской мысли положили много трудов для того, чтобы соотнести это послание и контекст той эпохи, в которой она была написана. Ну и к тому же само его содержание чрезвычайно важно. По крайней мере, огромное количество христиан пытается именно на основе послания к римлянам сформировать свои взгляды, свои подходы к вере. Иногда, знаете, кажется, что оно даже важнее Евангелия. И где-то с 19-го, может быть, века или даже раньше появляется представление о том, что в конечном итоге Павел своим богословием, в первую очередь послание к римлянам, отодвигает Евангелие куда-то далеко на второй план. Сам апостол Павел, на самом деле, конечно, с этой идеей совсем не согласился бы. Еще нужно заметить в качестве еще одного предварительного замечания, что в подавляющем большинстве случаев, когда мы читаем это послание, когда мы пытаемся его понять, мы традиционно еще с глубокой древности исходим из некоторого априорного предположения, что мысль апостола, то, что он хочет сказать, идеально и точно вмещается в те теканные формулировки, как нам кажется, в те слова, которые апостол использует. Когда люди переводят это послание на другие языки, оно было написано на греческом, конечно же, да, тоже кажется, что вот ровно так, как написано, все это в полной мере отражает мысль апостола Павла. И это чрезвычайно влиятельное, но весьма опасное заблуждение, потому что, строго говоря, апостол в течение всего послания ищет и не всегда находит способы сформулировать свое видение, свою мысль так, чтобы она по возможности вложилась в слова. Иногда здесь очень видно, как мысль его, скорее всего, на арамейском, а то или на древнееврейском языке, не очень укладывается в те греческие слова, которым ему приходится пользоваться. Вот эта трудность в представлении, то ли это идеально сформулированные, эпистемиологически исчерпывающие слова о взглядах, вере, мыслях апостола Павла, то ли это некоторая попытка втиснуть, знаете, влить в семиведерную бочку восемь ведер. Это порождает, конечно, весьма заметные противоречия, несогласия в толковании и понимании. Послание это написано из Коринфа зимой 57-58 годов, ну или, по мнению некоторых исследователей, годом двумя позже. Так или иначе, это конец 50-х годов первого столетия. И обращается Павел к христианской общине Рима. Он, с одной стороны, еще не бывал в Риме и не знаком с этой общиной в целом, но одновременно у него много знакомых и даже друзей среди христиан Рима, людей, с которыми он пересекался так или иначе в своих миссионерских путешествиях. То есть, те, кто знают апостола, а иногда знают и решительно, может быть, и не согласны с апостолом. Так тоже, по-видимому, было. То есть, он обращается к общине, которая в целом ему неизвестна. В то же время, отдельные люди известны очень даже неплохо. Теперь, надо сказать, что христиане появились в Риме по разным оценкам где-то, ну, скажем, в начале 40-х годов, в конце, может быть, даже 30-х. В начале 40-х, то есть, примерно лет через 10 после воскресения Господа Иисуса Христа, столица Римской империи. Рим был крупнейшим городом тех времен, и там действительно собирались люди из всех народов со всей империи, в том числе и иудейская колония в Риме была чрезвычайно велика. Там были свои синагоги, были интенсивные контакты между, простите, между иудеями Рима и Иерусалимом, и Иерусалимским храмом. Таким образом, события, которые происходили в религиозной, в духовной жизни римско-иудейской общины были очень тесно связаны с тем, что происходило в Иерусалиме. Поэтому иудеи, уверовавшие в Иисуса Христа, Мессию, появились в Риме весьма и весьма рано, и, скорее всего, они через синагогу и заложили основу христианской общины. Таким образом, к тому моменту, когда Павел в Рим собрался и пишет это письмо, община христиан в Риме существует уже лет 15, как, если не еще больше. Павел сам не был у истоков этой общины, поэтому интонация его несколько отличается от писем, которые он пишет своим ученикам, тем, кто действительно входил в основанные самим Павлом общины. Да, интонация действительно другая. Кроме того, поскольку христиане, в Риме были очень связаны, повторяю, с иудеями Иерусалима и с христианами Иерусалима, исследователи, историки предполагают, что там довольно велик был вес и влияние тех людей, которых мы традиционно вслед за Павлом и деяниями называем иудействующими, то есть христиане, которые считали необходимым строго исполнять иудейский закон или, по крайней мере, считали необходимым относиться к нему с глубоким почтением и максимально ревностно исполнять этот закон. Некоторые из них, как мы знаем, даже полагали, что и язычникам, христианам из язычников, для того, чтобы стать по-настоящему христианами, следует принимать обрезание, что, конечно, вызывало возмущение у апостола Павла и многих его сторонников. Да, так вот, эти иудействующие были, по-видимому, хорошо известны и влиятельны, авторитетны в Риме. И также известны были взгляды и Павла, который думал совершенно по-другому. Написанное за несколько лет до послания к римлянам письмо к Галатам, весьма вероятно было известно и в Риме тоже через все тех же иудействующих и весьма вероятно вызывало некоторое, ну, если не возмущение, то, во всяком случае, неприятие. И вот в каком-то смысле часть того, что пишет апостол Павел в послании к римлянам, навязанный ему дискурс. Это не то, о чем он сам с удовольствием и интересом написал бы, если бы ему дали такую возможность. Он обсуждает вопросы, которые не то, чтобы представляют интерес для него и не то, чтобы представляют интерес для римлян, а вопросы, которые скорее составляют предмет пререканий между ним и авторитетными христианами из иудеев Рима. Для Павла это важно, во-первых, потому что сама по себе община была достаточно влиятельной, римская христианская община, а еще и потому, что Павел в это время задумывается о миссионерских трудах на Западе, Средиземноморье, в частности, в Испании, и думает о том, что ему было бы весьма важно обосноваться для этих миссионерских действий, миссионерских путешествий в Риме, который располагался и располагается в центре. Империи, и из которого по римским дорогам достаточно удобно можно достичь западной части европейского материка. И вот, таким образом, Павел пытается объясниться с римскими христианами, учитывая вероятные взгляды, учитывая то, что их беспокоило, и, может быть, даже учитывая в каких-то случаях клевету или, скажем, заведомо ложные мнения о нем, о Павле, которые могли у римских христиан сложиться. И вот в этих условиях он пытается нащупать способ так сформулировать свои главные мысли, чтобы это было и понятно, и приемлемо для самого Павла, конечно, и для римских христиан. Мы увидим также, говоря о этом послании, что в целом ряде случаев некоторые важные, ключевые для апостола Павла слова мы вынуждены будем пытаться понять с разных сторон, нащупать их смысл, потому что он не всегда использует эти слова в одном и том же значении. Замечу еще, что послание апостола Павла к римлянам, конечно, давным-давно разобрано на цитаты, потому что в нем есть целый ряд удивительных, необыкновенных, неожиданных, очень запоминающихся формулировок, которые буквально оформили множество направлений христианской мысли. Продолжение следует...